МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новый день на канале СТВ. Начинают корреспонденты службы новостей. В студии Сергей Прохоров. Здравствуйте. Беларусь и Египет планируют выйти на новый уровень партнерских отношений. Сегодня в Каире откроется двухсторонний бизнес-форум. Представители деловых кругов обсудят перспективы экспорта и импорта товаров и услуг, создание совместных предприятий в самых разных сферах, от машиностроения до медицины. В рамках переговоров состоится презентация белорусских тракторов и грузовых автомобилей. Ожидается, что участие в открытии делового форума примет президент Беларуси. На сегодня также запланированы переговоры с премьер-министром Египта. Напомню, Александр Лукашенко находится в Египте с официальным визитом. Еще накануне состоялся ряд важных встреч с руководством этой страны. В частности, главы двух государств подписали совместную декларацию, в которой договорились продвигать внешнеторговые интересы друг друга. Мы договорились о дальнейшем наращивании торгово-экономических связей, увеличении белорусского экспорта с учетом потребностей египетской стороны, налаживании двусторонней производственной кооперации с использованием наших технологий и белорусского опыта. Беларусь поддерживает заинтересованность Египта в создании зоны свободной торговли с Евразийским экономическим союзом. В ближайшее время члены межправительственной комиссии Египта и Беларуси соберутся в Минске для того, чтобы выработать план действий, дорожную карту на перспективу. После завершения официального визита в Египет президент Беларуси отправится в Судан. Во время переговоров с лидером этой страны будут определяться новые направления белорусско-суданских отношений и конкретные шаги по их расширению. Акцент стороны сделают на экономической составляющей. По итогам визита ожидается подписание ряда двухсторонних документов о сотрудничестве. В Хартуме тропическая зима. На термометре свыше 30 градусов со знаком «плюс». Позитивно настроенные и все те, кто готовит визит официальной делегации из Беларуси в Судан. На волне большой политики обещают пройти ближайшие дни. Дипотношение Беларуси и Судана в нынешнем году отметит свое совершеннолетие. И, как полагается, в этом возрасте намечен важный этап становления. Экономический интерес у наших стран очевиден. Мы готовы поставлять сюда технику, оптику, продовольствие, обучать аграриев, медиков, реализовывать проекты по разведке и добыче полезных ископаемых. В последнее время высокие чины и влиятельные персоны из Судана – частые гости в Беларуси. Вице-спикер парламента, министр нефти и газа, министр сельского хозяйства. Сейчас уже все готовы, чтобы подтвердить серьезность намерений и договоренностей на самом высоком уровне. Судя по белорусским флагам, вдоль набережной Нила здесь готовы к встрече лидеров наших государств. Ожидается, что Александр Лукашенко проведет переговоры с президентом Судана Амаром Альбаширом. Речь пойдет уже о конкретных шагах в активизации экономических отношений, создании совместных производств. Планируется также встреча главы белорусского государства с вице-президентом Судана и председателем национальной ассамблеи. В столице Судана во время визита Александра Лукашенко пройдет и белорусско-суданский деловой форум. Здесь соберутся бизнесмены разных сфер деятельности. Хартум – город уникальный. Это место, где встречаются белый и голубой Нил. Эти земли всегда славились плодородием и торговлей. Вот и сейчас, в ближайшие дни, от встреч ожидают высокого урожая. Ольга Юрудь, Валерий Науменко, Судан, Хартум. Сидмиссия МАГАТЭ приступит сегодня к работе в Беларуси. Эксперты из агентства по атомной энергетике оценят устойчивость площадки белорусской АЭС, а также ее устройств и компонентов с точки зрения внутренней и внешней безопасности. Специалисты пробудут в островце пять дней. Ожидается, что доклад по итогам визита будет подготовлен спустя несколько месяцев. Отмечу, Беларусь пригласила эту миссию еще в 2014 году с учетом позиции Литвы в отношении строительства атомной электростанции в нашей стране. Также в ближайшее время по запросу Беларуси состоится ряд оценочных миссий МАГАТЭ. В Беларуси продолжают ликвидировать последствия снежного циклона. На работы идут и днем, и ночью. Мобилизованы все возможные службы. Только в столице на уборке снега задействованы сотни единиц техники и тысячи человек. Главные улицы уже расчищены. Основное внимание теперь территориям в спальных районах и во дворах. С лопатами в руках личный транспорт из снежных капканов освобождают и автовладельцы. Очищают от снега и крыши жилых домов. В Минске ежедневно этим занимаются до 300 рабочих и альпинистов. На этом выпуск завершен. Репортажи и эфирные видео всех программ в любое время доступны на YouTube-канале СТВ. Заходите также на наш сайт ctv.by. Звоните и делитесь своими новостями по телефонам горячей линии. 290-66-00 или 1-600-700. До встречи в половине восьмого.